Здравствуйте, дорогие учащиеся! Тема нашего урока – метод координат на плоскости. Сегодня на уроке рассмотрим задачу с составлением уравнения прямой, проходящей через две точки. Научимся решать задачи с применениями формул уравнения прямой. Рассмотрим примеры уравнения прямой на координатной плоскости. Так, уравнения прямых вида у равный кх плюс b бывают разных видов. Прямые на координатной плоскости могут располагаться только тремя способами. Первый способ – горизонтально. Уравнение имеет вид у равный b и располагается горизонтально или параллельно оси абцисс. Следующий вид – расположение вертикально. Уравнение имеет вид х равный а. Прямая расположена вертикально. И третий вид – под наклоном косям. То есть присутствует угловой коэффициент k, который равен тангенсу угла альфа. Рассмотрим уравнение прямой вида у равный кх плюс b, если прямая расположена под наклоном косям. k – угловой коэффициент прямой, также наклон, численно который равен тангенсу угла, составляющего наименьший поворот от оси ОХ к оси ОУ, между положительно направленной осью абцисс и данной прямой. Тогда угловой коэффициент k, который равен тангенсу угла альфа, если он больше нуля, тогда угол образуется острый. Обратите внимание на экран. Если угловой коэффициент k будет меньше нуля, тогда образуется угол тупой. Уравнение вида х равный а на координатной плоскости задает множество точек, имеющих одну и ту же абциссу. Рассмотрим, к примеру, уравнение, где х равен единице. Отметим на координатной плоскости некоторые точки, абциссы которых равны единице. Так, к примеру, зададим точки с координатами 1, 0, 1, 2 и 1, минус 2. Эти точки лежат на прямой, проходящей через точку с абциссой равной единице, которая расположена на оси у х. Это значит, что уравнение прямой х равный а и задает на плоскости вертикальную прямую. Выполним задание. Постройте на координатной плоскости множество точек, соответствующих уравнением. х равный 3, то есть прямая будет проходить через абциссу равную 3, х равная минус 2, прямая проходит через абциссу равную минус 2, и х равная 0, то есть прямая расположена на оси ординат. Рассмотрим уравнение горизонтальных прямых. Уравнение вида у равный b на координатной плоскости задает множество точек, имеющих одну и ту же ординату. Так мы давайте рассмотрим пример уравнения у равной единице. Отметим на координатной плоскости некоторые точки, которые имеют ординату, равную единице. К примеру, возьмем точки с координатами 0 и 1, 2 и 1, минус 2 и 1. Эти точки лежат на прямой, горизонтальной, проходящей через точку с ординатой 1, которая расположена на оси у. Это значит, что уравнение у равной единице или общий вид уравнения у равной b задает на плоскости горизонтальную прямую. Выполним задание. Постройте на координатной плоскости множество точек, соответствующих данным уравнениям. Уравнение первое. У равная 3. Ордината точки равна 3, и прямая проходит через данную ординату. у равная минус 2. Параллельно первой прямой и проходит через ординату, равную минус 2. И у равная 0. Прямая, расположенная на оси абцисс. Мы привыкли к тому, что на координатной плоскости прямая – это график линейной функции, которая задана уравнением вида у равной кх плюс b. Тогда рассмотрим следующее уравнение прямой. у равен минус 2 третьих х плюс 1 вторая. Для того, чтобы избавиться от знаменателя, умножим правую и левую часть уравнения на 6. Получим уравнение следующего вида. 6у равный минус 4х плюс 3. Тогда при переносе правой части уравнения в левую и умножив все уравнение на минус 1, получим уравнение вида. Это 4х плюс 6у минус 3 равный 0. Данный вид уравнения называется общим видом. Тогда рассмотрим общий вид уравнения. Ах плюс by плюс с равный 0. И выполним обратную операцию. Выразив by, получим следующее. by равен минус ax минус c. Тогда выразим y, получим следующее. y равен минус a деленное на bx минус c деленное на b. Тогда мы можем сказать, что угловой коэффициент k равен минус a делить на b. А свободный член b равен минус c делить на b. Выполним задание. Постройте на координатной плоскости множество точек, соответствующих уравнениям. y равен x минус 3, первая прямая. Вторая прямая, y равно минус 2х плюс 1. И третья прямая, задана уравнением общего вида 4х плюс 6у минус 3 равно 0. Условия параллельности прямых. Пусть заданы уравнения прямых. l, которое задано уравнением y равный k1 x плюс b1. m, которое задано уравнением y равный k2 x плюс b2. И тогда l будет параллельно m, если угловые коэффициенты k1 и k2 будут равны между собой. Например, возьмем прямую а, которая будет задана следующим уравнением. y равен 2х плюс 5. И прямую b, которая задана уравнением y равен 2х минус 7. Тогда мы можем сказать, что угловые коэффициенты в двух уравнениях равны 2м, соответственно, и равны между собой. Тогда прямая а будет параллельно прямой b. Рассмотрим уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Запишем уравнение прямой с угловым коэффициентом k, проходящей через точки а и b. Точка а имеет координаты xа, yа. Точка b – координаты xb, yb. Тогда, если прямая проходит через точки а и b, то координаты этих точек можно подставить в уравнение прямой. И получим систему уравнений. Первое уравнение для прямой, проходящей через точку а. Имеет вид yа равный kxa плюс b. Второе уравнение, проходящее через точку b, имеет вид yb равный kxb плюс b. Получив систему уравнений, мы найдем неизвестные k и b. Решив ее, найдем значение. Запишем уравнение прямой, проходящей через точки а и b. Точка а с координатами минус 2 и 1, точка b с координатами 2 и 3. Подставим координаты данных точек в уравнение прямой. Получим систему уравнений, где для прямой, проходящей через точку а, уравнение вида 1 равный k умножить на минус 2 плюс b, где минус 2 – это абцисса точки а, а единица – это ордината точки а. Аналогично для второго уравнения подставляем координаты точки b. Получаем следующую систему уравнений. 1 равен минус 2k плюс b. Второе уравнение 3 равное 2k плюс b. Отсюда получим угловой коэффициент k равный 0,5 и свободный член b равен 2. Ответ. Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки а и b, имеет вид y равный 0,5x плюс 2. Решим задачу. Нужно составить уравнение прямой, проходящей через точки а с координатами x1, y1 и точку b с координатами x2, y2, где абциссы точек не равны между собой, так же, как и ординаты точек не равны между собой. Будем использовать уравнение с угловым коэффициентом. Рассмотрим решение данной задачи. В уравнении прямой вида y равный kx плюс b найдем значение углового коэффициента k и свободного члена b. Так как уравнение прямой проходит через точку а с координатами x1, y1, то получим уравнение вида y1 равен kx1 плюс b. Тогда, выразив b, получим b равное y1 минус kx1. Следовательно, уравнение прямой примет вид y минус y1 равный k умножить на x минус x1. Так как прямая проходит и через точку b с координатами x2, y2, тогда подставим координаты данной точки в предыдущее уравнение. Получим следующее уравнение. y2 минус y1 равно k умноженное на x2 минус x1. Отсюда выразим коэффициент k как отношение y2 минус y1 к x2 минус x1. Тогда подставим коэффициент k в предыдущее уравнение. Получим следующее уравнение. y минус y1 равно произведению дроби, в числителе которой разность y2 и y1, в знаменателе разность x2 и x1 умноженное на x минус x1. Разделим правую и левую часть данного уравнения на y2 минус y1. Получим следующее уравнение. y минус y1 деленное на x y2 минус y1 равно произведению дроби, в числителе которой y2 минус y1, в знаменателе произведения разностей y2, y1, x2, x1 умноженное на x минус x1. Запишем уравнение прямой, проходящее через точки а с координатами x1, y1 и b с координатами x2, y2 в виде. Сократив y2 минус y1 и y2 минус y1 в числителе и знаменателе, получим следующее уравнение. y минус y1 деленное на y2 минус y1 равно x минус x1 деленное на x2 минус x1. Данное уравнение называется каноническим уравнением прямой. Задача. Необходимо составить уравнение прямой, проходящее через точки а с координатами 7, 0, b с координатами 0, 3, где абциссы точек не равны так же, как и ее ординаты. В предыдущее уравнение будем подставлять первую и вторую координату точки а, а также первую и вторую координату точки b. Так вместо x1 подставили абциссу точки а, вместо y1 подставили ординату точки а. Вместо x2 подставили абциссу точки b, а вместо y2 подставили ординату точки b. Получили следующее выражение. x минус 7 деленное на 0 минус 7 равно y минус 0 деленное на 3 минус 0. Вычислив, получим следующее. y деленное на 3 равно x минус 7 деленное на минус 7. Или y деленное на 3 равно 7 минус x деленное на 7. Тогда по основному свойству пропорции произведение крайних членов равно произведению средних членов, получим следующее уравнение. Минус 7y равно 3 умножить на x минус 7. Раскроем скобки, получим минус 7y равно 3x минус 21. Тогда перенесем 3x минус 21 в левую часть уравнения. Поделим все уравнение на минус 1. Получим уравнение общего вида. 3x плюс 7y минус 21 равное 0. Запишем уравнение с угловым коэффициентом, выразив y. y равен минус 3 седьмых x плюс 3. Или y равен 3 минус 3 седьмых x. Запишем ответ. Уравнением прямой, проходящей через точки А и В, будет уравнение 3x плюс 7y минус 21 равный 0. Сегодня на уроке рассмотрели задачу на составление уравнения прямой, проходящей через две точки. Научились решать задачи с применением формул уравнения прямой. Надеюсь, полученная информация была для вас полезной. До встречи на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok